Свободных мест в зале нет. Именно о таких аншлагах только на спортивных объектах области мечтает Сергей Кузьмин. Еще несколько месяцев назад он занимал пост министра физкультуры и спорта региона. В конце прошлого года его полномочия расширились. Кроме физкультуры ему доверили курировать развитие молодежного движения и туризма. Однако именно спортивная общественность стала самым активным игроком в матче против зампреда. Почти неделю сотрудники нашей компании проводили работу, изучая все материалы. И в открытом доступе, который существует, та информация, которая здесь на территории Юлианской области, федеральная и так далее. Мы пришли к интересному выводу. Стоимость газона стадиона труд у нас практически одна из самых дорогих в стране. Дороже только на сегодняшний день газон стадиона футбольного клуба «Зенит» на острове Квестовск. Несовершенное совершенствование спортивной инфраструктуры – одна из главных претензий общественности к Сергею Кузьмину на посту зампреда. Больной вопрос – финансирование крупных спортивных мероприятий, проводимых на территории региона. Общественники считают, что цель не оправдывает средства. Какова цена проведения предполагаемого соревнования ТАФИСа и какова доля ТАФИСы, которая будет заведена в Ульямовской области? Это фестиваль единоборств ТАФИСа «Спорт для всех». Соответственно, в связи с этим у нас возникли обязательства. В прошлом году мы первый взнос оплатили в размере 30 тысяч евро. В этом году мы взнос оплатили, запланированно по смене, 4 миллиона 100 тысяч. На вопросы отвечал, оперируя фактами и цифрами. Порой разговор шел на повышенных тонах. Однако общественность зампред не убедил. После 40-минутного закрытого совещания общественной палаты, отчету Сергея Кузьмина и его деятельности выставили неудовлетворительную оценку. Такая общественность, ну я бы не сказал, что она может быть какая-то вот такая озлобленная. Просто встречаться нужно почаще чиновникам с общественностью. И регулировать все вопросы, объяснять, разъяснять, где-то помогать. Здесь же было заметно и очевидно, что таких встреч не происходит. То есть они как будто год не виделись и начинают там даже внутри друг другу вопросы задавать. Как дальше будут развиваться отношения между зампредом и общественностью, покажет время. Ну а мы будем следить за развитием событий. Михаил Рассашанский. Новость Ульянской правды. Новость Ульянской правды.